АКОЛОВ Так, привет! С вами АКОЛОВ, 404-я рота! Начинаем урок по артиллерии. Урок будет большой и, надеюсь, интересный. В этом уроке мы рассмотрим минометы, виды вооружения. За обе стороны колонистов и варденов мы рассмотрим правила стрельбы, как куда стреляем, мы рассмотрим способы стрельбы, то есть как правильно наводиться, что влияет на стрельбу, рассмотрим ветер и еще много-много-много чего. Итак, каких у нас бывает калибров вообще артиллерия? Ну, начнем с самого простого. У нас есть мортиры ручные, мортиры на траках, танки мортирные и мортирные дома, которые стреляют у нас мортирными шеллами. У нас она мортирка. Стреляется вручную, когда вы стреляете, вы стреляете с положения сидя, наводите азиму дистанцию, самого противника вы не видите, экран у вас не оттягивается, при целом вы просто берете и стреляете по координатам. Какие у нас бывают виды орудий? На фракции колонистов бывают мортирные, ручные мортиры и мортирные траки, также мортирные дома. Мортирные дома есть у всех. Есть 120-й калибр, это передвижное орудие, и есть 150-й калибр. Разница в шеллах, в их калибре, и также у нас разница в дистанции. У 250-й артиллерии дистанция от 100 до 250, вот она. Дистанция меняется прокруткой колесикой мыши. У 150-ки у нас от 200 до 350 метров. 150-й шеллы, они больше, наносят урона, чем 120-й, у них больший сплэш, и, естественно, они там крафтятся за счет других компонентов. Значит, 120-й, естественно, пушка, она передвигается с помощью двух людей. Сядь, пожалуйста, за орудие. Вот, она может передвигаться, это ее положительная черта, что ее можно быстренько куда-то подтащить или оттащить. Вот, 150-й орудие у нас у колонистов не двигается, то есть это сценарная пушка, которая привозится на флотбетах, упаковывается и распаковывается, и увозится там, ставится на позицию с помощью крана. У варденов также есть 120-й, 150-й калибр, но у варденов все пушки стационарные, то есть вот такие они, они не имеют колес, у них дистанция выстрела от 100 до 300 метров. В этом плане, конечно, у колонистов артиллерия более играбельная, то есть более интересно с ней играть, потому что есть разброс по дистанции, есть разбросы по гейплею. Соответственно, у 120-й пушки колонистов есть один минус, она, как и любая пушка, замерзает в зиму, то есть если вы стреляете где-то, где идет зима и замерзает техника, вам обязательно нужно с собой иметь молоточек, отстраивать костер, иначе у вас пушка замерзнет, и она не будет стрелять. И вы, соответственно, не сможете ее перевозить. Сколько нам людей нужно на арту? Я сейчас обрисую две возможные схемы использования арты. Значит, первая схема это когда у вас мало людей, есть шелы, вы все шелы привозите куда-то на позицию, ставите, привозите арту на позицию, ставите, строите вот такие вот коробки. И, соответственно, постепенно шелы ставите коробки там вокруг артиллерии, как вам удобно, рядом с артиллерией. И постепенно, постепенно, постепенно заполняйте эти коробки шелами. Соответственно, вы подготавливаете сразу позицию, сразу погадавьте снаряды, и вам вот эти снаряды не надо будет высасывать, вытаскивать из бункерных баз. Каждый раз, производя высасывание, вы будете тратить довольно-таки много времени. То есть один шел может вытаскиваться за секунд 15, если вы вытаскиваете на траке, соответственно, там чуть быстрее. Итак, сколько нам нужно людей? Во-первых, нам нужно на одно орудие, нам нужно обязательно споттер. Желательно, чтобы это был отдельный человек, потому что дистанция 250 метров у нас пушки максимальная. Бинокль настолько у нас не смотрит бинокль, смотрит метров на 110, 120, вот 125, 130 метров может выцепить. Соответственно, споттеру нужно будет уходить, и постоянно необходимо будет, постоянно необходимо будет корректировать азимут, а пушка поворачивается только, когда за ней сидят двое людей. Соответственно, споттер это человек, который занимается только наводкой, он пушку не заряжает, он ее там не стреляет, он просто бегает и называет координаты. Соответственно, второй человек это стрелок, который отвечает за дистанцию, сидит справа, всегда стрелки сидят справа, почти во всей технике. Вот, корректирует дистанцию, производит выстрел, зарядите мне шел, пожалуйста, парни. Вот, и на ВВ. Соответственно, он тоже сидит на пушке без остановки, спавнит ЛКМ и перезарядку. Вот вся его работа. Второй человек, это человек, который сидит у нас на азимуте. Сядьте кто-нибудь на пушку, пожалуйста. Когда двое людей сидят, он лево-право может поворочить пушку и занимается тем, что подносит стрелку патроны. Соответственно, он подошел, давайте помнить цикл, покажу. Подошел, нажал на ЛКМ, взял шел на плечо, подошел. Может через Е открывать пушку и вот этой кнопкой вкласть шел, но намного быстрее использовать английскую букву В. Ну, на русском, буква М клавиатура, да? И вот видите, я автоматически положил шел. Чтобы каждый раз к ящику не подходить и не открывать его, не брать ручную шел, можно подойти и с сочетанием клавиши Alt левой кнопкой мыши скидывать шелы на землю. Вот они лежат, теперь ему достаточно просто подойти, нажать английскую букву В и садмитить шелы тоже на английскую букву В. Шелы лежат на землю до 5 минут, но если очень сильно онлайн в игре очень много техники людей, то шелы могут исчезать раньше. Поэтому не стоит сразу поскидывать здесь 100 шелов и надеяться, что они сохранятся. Нет, сбросили какую-то часть, там 5-10 шелов, быстренько их отстреляли, поскидывали следующий. Итого у нас получается на одну пушку 3 человека, это споттер, заряжающий и стрелок. Желательно иметь человека, который будет ездить на траке, высасывать дальше шелы и закидывать их в ящики, либо просто подвозить их, чтобы забирали с машины, потому что шелы качаться быстро, в ящиках хранится шелов мало. Вот это все, что вы видите, это отстреливается вообще буквально за секунду. Вторая схема, она более человеческая, она более эффективная в плане того, что у вас не будет перерывов на заполнение коробок, не будет перерывов вообще, время меньше тратится на обустройство позиций, вам не надо струкать эти ящики, что-то в ящики перетаскивать. Смысл заключается такой, вы строите, ставите позицию артиллерии рядом, например, с бункерной базой, либо с фобой, с инкампентом, то есть с любой структурой, куда можно сомнительные ресурсы. С том же самым тоннхолом, тоннбейсом, реликбейсом, неважно. Вы туда соплайте шелы, привозите, навозите туда шелов, ну там, скажем, 50 ящиков, да, или там 20 ящиков, сколько у вас есть. Подъезжайте, один человек садится в машину и через shift и левую кнопку мыши начинает просто безостановочно вытаскивать шелы из структуры, себе в кузов. Артиллерия ставится так, чтобы заряжающему было от машины до артиллерии бежать, ну там, относительно недалеко, чем ближе, тем лучше, он будет быстрее их бегать, забирать. И, соответственно, теперь он будет брать шелы не из ящиков, а будет шелы брать из машины. То есть у нас сокращается время на подготовку к стрельбе, не будет перерывов, пока шелы не закончатся, потому что человек на машине постоянно шелы высасывает, соответственно, стрелок стреляет фактически безостановочно. Это очень-очень мощно. И также нужен стрелок и споттер. Соответственно, увеличится всего на одного человека, это схема, а эффективность намного-намного выше. Также, чтобы начать раньше стрелять, чтобы была безостановочная стрельба, еще один человек может ездить на склады и брать шелы и привозить их в эту структуру, с которой второй человек на траке забирает эти шелы, высасывает их и передает уже заряжающему. То есть чем больше логистов, тем лучше работает арта. Ну и, соответственно, один трак может высасывать шелов на две пушки. Если у вас есть два орудия, то вам хватит одного трака. Если у вас появляется еще третье оружие, то один трак не будет успевать полноценно высасывать шелы, у вас будут перерывы в стрельбе. Какое-то орудие не будет стрелять. Соответственно, желательно один к двум разделять количество орудий и количество траков. Это чисто уже на моем опыте не единожды проверено. Вот этот флажочек, он показывает вам ветер, направление ветра и силу ветра. Вот гифка ветра. Пять видов ветров есть в игре. Соответственно, направление понятно, как определять, а силу ветра нужно будет определять у нас на глаз. То есть никакого индикатора, никакого измерителя скорости ветра прибора нет. Мы просто меряем на глаз и, соответственно, делаем поправки. Чем сильнее ветер, тем сильнее у вас разброс. Ветер может быть попутный, либо боковой. Соответственно, при боковом ветре расспрос может достигать полутора экранов в диагонали. Когда вы будете тренироваться стрелять изо рты в том регионе, учитывайте, что вот этот вот ветер, он сломанный. Он неправильно показывает вам направление и силу ветра. Поэтому мы сейчас будем тренироваться, мы все это увидим. Я, как говорится, на глаз буду наводиться. Но факт такой, что не надо этому показателю верить. У вас в реальной игре будет ведь работать по-другому. Теория применения арты. Артиллерия очень эффективна при штурме городов. То есть вы можете обстреливать города. Там есть гарнизон хаосы, которые необходимо уничтожать. Зачастую эти гарнизон хаосы довольно-таки крепленные с техникой. Их тяжело развалить, потому что они стреляют АТ-шными патронами в ответку в танки. Очень удобно разваливать оборонку противника, которая застроена и на которой нету хоу. То есть противоартиллерийских бетонных пушек. Подробнее смотрите по строительству. Также удобно взламывать оборонку, которая находится на высоте. То есть где танкам, пехоте тяжело подойти, очень удобно заваливать шилами именно такие места. То есть не надо стрелять. В большинстве своих случаев не надо стрелять с артиллерии в танк-холлы, в релик-бейсы. Вы их не сломаете. Если танк-холл или релик-бейс апнуты у противника до третьего уровня, то вы их никогда не сломаете артиллерии, если там есть люди, которые будут это отчинивать бематы. Есть смысл стрелять с артиллерии по этим структурам. По танк-холлу, по танк-бейсу, по релику, по сейф-хаусу. Если там постоянно идет спаун противника и противник отстукивает оборонку. То есть обычный пилбокс отстукивает. Тогда есть смысл заливать эти пилбоксы подавляющим огнем, пока ваша техника, ваша пехота не начала вплотную уже пушить. Как только подходят все эти люди вплотную, артиллерия может перенести огонь за танк-холл, за сейф-хаус, за танк-бейс, чтобы не накрывать своих. Очень маленький шанс, что вы сломаете артиллерией эти структуры. Они очень крепкие. Проще это сделать на пушках, на танках. Вплоть до того, что закинуть все ручными гранатами-мамонами. Хаешки они еще называются. Не имеет большого смысла стрелять артиллерии по танкам. Потому что максимум, что вы можете сделать, это затракать. Разброс у артиллерии огромный. И шанс того, что вы попадете 5-10 раз в один и тот же танк, в одно и то же место, очень-очень мал. Здесь нужно четко понимать вот этот момент, когда использовать артиллерию, когда ее не надо использовать. Так, что у нас еще? Том, кто что-то может давать по теории использования арты? Своем, мистер Но, кто-то опытный. Но смотри, если у нас не столько арт, по-моему, 320-ки уже нельзя перечинить. Например, если они прям точно верят. Я тебе больше скажу, Т3 и ТХ перечинивают 4-150-ки. При этом, вот, 2СК он не перечинит. А 4-150-ки перечиниваются Т3 и ТХ. Еще раз, давай так. Если у нас танк 3-го уровня, то вы его не сломаете с арты. Потому, если там есть люди, и больше 3-х людей, 2-х, 3-х людей ты чинит. То есть, они это просто перечинивают 100%. Вы будете разменивать просто шейлы на бематы. И размен будет не в вашу пользу. У вас не хватит шейлов перечинить их бематы. Особенно там, если будет подвоз снаряжения. Если вы воюете против сейфхауса 3-го уровня, то вы вообще его с арты никогда не сломаете. Потому, что сейфхаус... Все, да, понимают, что такое сейфхаус? Это, да, это структура, в которой есть внутри такой железный бункер. Так вот, когда вы бьете ему по внешней обшивке, с танков, с артиллерией, вы снижаете ему ХП до 33%. После этого, вы не сможете его, вы ему не наносите никакого урона, пока не начнете бить ему внутрь, вот в этот вот огромный железный бункер. Ребят, был случай, когда колонии, я еще даже за варденов играл, каюсь. Сидели мы на болотах, и не смогли вардены, они сутки стреляли безостановочно с арты. И это все перечинилось очень-очень-очень легко. Просто вот легчайше. Ничего не могли вообще сделать, потому что был бимат, и было 2-3 человека, которые это чинили. Пока они начали забегать штыкари в ТХ и убивать всех чинильщиков, не могли сломать. Там танкетки даже подъезжали этими и этими. И с Гэшками пытались сломать, ТХ, Т3 не ломался. Ему нужно конкретно мощный единовременный урон закидывать, заливать. Так, что-то еще? Это что-то хочется спросить, добавить? Например, типа, когда есть информация, что, например, нафиг партизане работают, что с логистикой все плохо, просто выбирать ресурсы, скрылять парень, это тоже не вариант. Проще Хэшки. Либо Хэшки, когда есть это начало, просто взять несколько машин с друзьями, взять несколько машин Хэшек и поехать захэшить ТХ. То есть, пойми, тут еще вопрос такой, что Хэшки относительно арты, артиллерийских шеллов любых, они намного дешевле. То есть, артиллерийские снаряды, они очень дорогие, их очень тяжело транспортируют за счет того, что у тебя в одном ящике всего 5 шеллов. Тебе нужно провести огромную логистическую операцию, подготовительную, да, скраб, потом крафт этого всего. Что ты понимал, отстрелить 200 ящиков шеллов, это время одного часа. 200 ящиков, 1000 шеллов. И просто не факт, что ты чего-то добьешься. Мы тогда сидели на холме, пока мы пристрелялись, пока мы били парельку, мы отстреляли почти там 250 шеллов. И мы фактически не добились ничего, за счет того, что вот не было этого наступления, не было какой-то поддержки, не было адекватного возможности спотерить, еще и зима. То есть шеллы улетают на арте очень быстро, импакт они дают, они дают существенный импакт, но только в определенный момент, в нужном месте, в нужное время. Тарта это орудие ситуативное, очень. Должен быть всегда запас какой-то шеллов, должна быть возможность быстро провести арт-операцию, но зачастую дешевле. И в плане рубашек, и в плане, да, вообще ресурсов. Пойти просто взять мамон и сделать хае мамон. Вот будет сейчас новое начало войны, вы увидите, что насколько эффективнее использовать те же мамонки. То есть арта может использоваться, когда вы не сможете подойти и сделать мамон раж, просто пойти и телами закидать какую-то оборонку. Вот мало, конечно, таких оборонок я видел, но если это какие-то холмы, вот как у нас в Майдис-Вэлле, да, когда там просто гора, 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 выше, выше, выше. Соответственно, там арта, там, конечно, арту надо использовать, там тяжело так пробиваться. А по большому счету, я даже вот, когда мы с СК стреляли, я понял, что вот СК, у нее есть альтернатива, да, это Сачели, то есть аллигатор чарч. И насколько СК дороже в плане ее постройки, ее снабжения, производства шеллов. Просто Сачели в этом плане выиграют, наверное, раз в 10-20, дешевле они. Сачели имбалюты. Да, да, они имбал, в том плане, что их проще применить. Но по факту у них то же самое ограничение, что у мамона. Если ты не можешь вообще подойти к оборонке, да, если, например, пехоты вражеской море, и ты не можешь подойти, то у тебя вариантов нет. Ты должен использовать, типа, технику, артиллерию и прочие-прочие вещи прорыва. То есть конкретные вещи, если у тебя есть доступ, например, если вы уже допушили до ТХ, вы просто берете мамоны, идете, закидываете мамоны. В начале войны вообще с винтовок мало кто умеет стрелять, вы спокойно берете мамоны, бежите толпой, и всю толпу не выбьют. То есть вы потратите 20 рубашек и там 40 мамонов, да, на один заход. И это будет дешевле намного и быстрее, чем отстрелять, подготовить, отстрелять позицию для арты. И это дальше еще с опытом придет, что арта это очень дорогая игрушка. Очень дорогая, а еще она очень нудная, потому что, чтобы эффективно стрелять с артиллерией, это надо делать часами. Просто стоять и долбить, пока ты не добьешься какого результата. Итак, то ради чего мы все пришли, это наводка артиллерии, мои ребята уже сидят, теперь мы начинаем стрелять. Споттер, самый простой способ стрельбы артиллерии. Вы открываете карту, смотрите приблизительно, в какую сторону вам нужно стрелять. Ну, например, мне нужно стрелять на Ист. Вот у меня здесь на Исте какие-то здания, сооружения есть. Пытаюсь попасть по этому дому. В случае необходимости я свою пушку говорю, ребят, повернитесь на Ист полностью, да вернитесь на Ист, чтобы были приблизительно настроены. И начиная бежать, желательно по прямой от пушки до цели, это самый простой сейчас способ для новичков. Вы просто бежите, куда не сворачиваясь, чтобы не сбиться с прямой от пушки до цели. Вот вы бежите, 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 чтобы четко, хорошо, красиво видеть здание, ну, цель, которую вам нужно поразить. И теперь, что вам нужно сделать. Вы берете, смотрите, куда у вас идет ветер, у нас идет ветер вбок, и смотрите дистанцию. Вот у нас от меня до пушки приблизительно 32 метра. И от меня до цели еще 63 метра. 23 плюс 63, 85. Сделайте, а, у вас дистанция не хватит, погоди. Правильно сказано, нет? А, 32, извиняюсь, да. 32 плюс 63, 92 метра, правильно? 95 метров. Вы можете 95, вот здесь, а, у вас сотка, да? Отъедьте чуть назад, отъедьте чуть назад, отъезжайте, 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 буквально вот еще, 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 еще. Встаньте вот в районе Watch Tower. Мы сейчас выстроимся. Все, вот, отлично, 55 до вас метров, 54 метра. И до цели у меня 55. Вот, отъезжайте, 110 метров дистанцию выставляете. Соответственно, теперь я говорю вам Азимут. Азимут от вас приблизительно будет 90, с учетом того, что вы стоите чуть левее, я вам даю еще чуть вправо, 95 Азимут. Это конкретно линия от пушки до цели, но у нас еще есть ветер, который, во-первых, меняется очень часто, его нужно учитывать. Он дует влево. Соответственно, вам нужно сделать и выстрел один, пушка. Когда вы стреляете, говорите, выстрел. Ноголь. Вот, видите, насколько улетел, смотрите, насколько у нас изменился Азимут. Азимут сейчас у нас 69, ну, скажем, 70, да, к рублей 70, а здесь Азимут 87. То есть у нас на 17, 18 градусов изменился Азимут. Сделайте плюс 17 Азимута. Плюс это значит вправо крутиться. Минус, соответственно, влево, ну, по часовой стрелке. И вы сделаете еще один выстрел. Еще. А, вот, попал. То есть, видите, мы очень быстренько одним фактически шилом сделали пристрелочный. При боковом ветре разброс у нас может составлять полностью полтора, полтора экрана по диагонали. То есть, вот, при очень-очень сильном ветре, максимальном, вот, у меня он показывал, в пятом уровне ветра. То есть, это где-то у нас, не знаю, я даже не знаю, сколько метров, просто говорю, вам экранами считают. Потому что бывает и в два экрана разброс. То есть, вы должны учитывать, что вы пытаетесь попасть в один домик, и можете не видеть выстрела вообще. Особенно, когда стреляйте на дальнюю дистанцию, очень тяжело его выцепить. Вот. То есть, это самый-самый простой способ сделать одиночную линию от пушки до цели. Но, не всегда получается у нас встать на прямую линию. Бывает и географически это невозможно. Бывает и тактически невозможно. Где-то она приходится вот садиться на какие-то там лодочки. Извать все возможные способы обойти... А, понятно. Low view. Плохо, плохо. Сейчас здесь не стряну. То есть, извать все возможные ухищрения, прятаться в интересные места, споттеру, чтобы навести арту. Что же тогда делать? Тогда вам придется использовать правила равнобедренного треугольника. Но, чтобы не заморачиваться, проще использовать калькулятор. Я вам сейчас покажу два примера калькуляторов. Ссылки скину, естественно, в описании. А также скину готовый файл уже второго калькулятора как отдельное приложение. Нет, сейчас не стряну. Предупреждаю сразу, что калькуляторы не учитывают ветер. То есть, вот, мы встали сбоку от пушки. Я даже ее сейчас не вижу, но пушка находится... Вы под Вачтаром, да, стоите? Парни. Почти. Стрельните. Стрельните. О, классно. Стрельните, стрельните, чтобы вас было видно. Вот. А, отлично. Выпали, Вачтаром, шикарно. Вот. Соответственно, пушка стоит здесь. А позиция у меня, моей цели, находится сбоку от меня, споттера. Я не смогу сейчас по прямой сделать наводку. Вот у нас есть самый обычный калькулятор, который я нашел просто в гугле. В биф это. Ничего такого особенного нету. Давайте его сразу и проверим. Так, первое значение у нас какое идет? Первое значение у нас это дистанция и азимут до цели. Давайте забиваем его. Дистанция 50, азимут 41. 50, 41. Соответственно, второе значение у нас это значение до артиллерии. Так, у нас до артиллерии дистанция 91, азимут 300. 91, дистанция 300. Нажимаем Enter. И вот мы получаем дистанция 110, азимут 94. Но, еще раз повторяю, это без учета ветра. С учетом того, что у нас продолжает дуть боковой ветер, азимут поставьте не 300, а 315. Дистанция 110, азимут 94. 94 и плюс 15, это будет у нас 110, поставьте. Выстрел. Шел ушел далеко. Сделайте еще выстрел. Вот Шел упал куда? Выстрел. В воду упал. Я слышал звук, но не слышал падение. Сделайте минус дистанцию 10 и минус азимут 5. То есть, вот уже идет конкретно. Выстрел. Вот, четко попали. То есть, все, можно стереть. То есть, вот вам, пожалуйста, калькулятор рабочий. Прекрасно работает. Второй, сейчас покажу вам еще один есть калькулятор, уже к отдельным приложениям. Я тоже его приложу, ссылку в описании. Точнее, ссылка, сам файл. Он удобен тем, что он у нас вставится поверх игры. И он точно так же, как предыдущие, все здесь вносится. Выбирайте, в принципе, не важно, он любой артиллер. Это еще старый, старый калькулятор из старой версии игры. Но он также прекрасно работает. Здесь у нас никак, никакие надписи не читайте. Приписки и прочее, прочее. Ни какие приписки не читаем. Здесь все у нас понятно. Просто нажимаем нам минус и заполняем значение дистанции. Нажимаем нам плюс и заполняем в следующее значение. Это у нас уже это работает. Заполняем значение азимута дальше. И, соответственно, получаем дистанцию, которую нам нужно использовать. Здесь все просто, легко разобраться, все написано. Точно такой шкулятор удобен тем, что он вставится поверх игры. Сейчас есть какой-то вопрос по наведению, по каким-то механикам, по калькуляторам? Какие-то вообще вопросы есть, что-то по ветру? Все все поняли? Или никто ничего не понял? Есть, смотри. Была такая ситуация, что мы с недалеко до слощенной дистанции обстреливали мост. И снаряды падали в воду. И как не корректируешь по азимуту, все равно летит либо справа, либо слева от моста. И иногда залетает. Смотри, я понимаю. Значит, смотри, у тебя, у самой артиллерии, разброс, вот разброс фактически без бокового ветра, просто во весь экран может быть. Вот у тебя разброс, по ширине экрана разброс. То есть, вот тебе нужно попасть в мост, ты будешь стрелять вот так вот вокруг хвоста и в мост можешь не попасть очень-очень долго. Это рандом. То есть, ты вот прям стреляешь. Вот мой экран, это разброс 120 арты. Приблизительно такой же сброс у 150. Я не скажу плюс-минус, точно не дам эту информацию. Вот еще раз парни могут сейчас встать за арту, можем сейчас пострелять, и ты увидишь, какой у тебя разброс шелов. С учетом, что у тебя еще есть гора, например, вот здесь справа есть гора, ты можешь в гору запиливать. А, у нас тут нет горы, тугород. Вот. Есть гора, ты можешь еще в гору попадать. Не забывай, нужно это учитывать. Вот. Стрелять, парни, по координатам. Мы сейчас посмотрим, какой у нас вот просто разброс арты нереальный. Сила артиллерии, это в количестве снарядов и количестве стволов. То есть, если вы будете с одного ствола стрелять в цель, факт того, что ее уничтожить, очень-очень мало. Потому что скорость рельбы маленькая, количество шелов может не хватить, отчинивать люди будут. Поэтому всегда организуйте минимум 2, 3, 4 и больше орудий. Тогда эффект будет. Даже неважно, какой в этом случае калибр, можно и со двадцатками отлично затушить, а из сто пятьдесятками, это вообще замечательно. Так что здесь стрелять. И артиллерия, это вот вид геймплея, когда игрокам нужно объединяться в максимально большие группы. То есть, 20 человек для арт-операции, это очень хорошее, но не самое большое число. То есть, тебе нужно поставить артиллерию, чтобы часть... Вот, видел, куда улетел в шелл? Смотри. Он у вас прилетел в скалу. То есть, вот опять-таки, да, смотри, я открыл, вот поворачивай, да, экран по ширине, и вот ты стреляешь, вот у тебя разброс в скалу. Кстати, может еще ветер изменился? Подожди. Вот сейчас. Да не, по-моему, поменялся. Ну, не суть, да. Еще скажу сразу, что за ветром желательно следить человеку, который стреляет. То есть, поттер, вот я сейчас смотрю, у меня ветра здесь нигде нет. Может уйти... Да нет, видишь, это разброс. Действительно, вот такой разброс у нас. То есть, человек, который сидит за... На стрелке, он, в принципе, ничем сильно не занят. Он сидит, стреляет себе, стреляет, 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 и если его споттер просит, то он просто параллельно смотрит на вот этот флотжок и говорит, ветер сменился, ветер усилился, ветер ослаб, ветер там изменил направление. И споттер сразу будет делать корректировку, он сразу будет обратить внимание, и лишний шиллы вы там 5-10 лишних шиллов не потратите. Все, вот и весь. И на самом деле, вот это весь твой геймплей. Вот еще, что очень важно, очень важно, когда вы спотите, обязательно своим, если есть возможность, естественно, давайте своим союзникам стрим там в дискорде, да, потому что просто так сетей смотрите, это не весело, а показывать людям, вот что они там убили, о, там троих, да, там человечек летит, очень весело, очень интересно. Не стесняемся, все показываем, сидим вместе, фанимся. Ну, все, в принципе, по этому моменту все. Теперь я хочу сказать про минометчиков. Подойдите к ним, кто-нибудь, пожалуйста, один, возьмите миномет и зарядитесь шеллами. Очень часто, наблюдая на фронте, когда один человек стреляет с миномета и сам себя спотит. Если это опытный человек, он просто фанится, к этому вопросов нету, но если вы новичок, организуйтесь, что с иностранцами, что с, что вот между собой, организуйтесь. У минометчика есть одна особенность, что если стать перед ним, то он тебя убьет. То есть в артиллерии такого не будет. В артиллерии я могу стоять перед дулом пушки, меня не убьет снаряд, потому что он летает, грубо говоря, по параболе. У минометчика все по-другому, он стреляет фактически перед собой. В холм регионе меня, конечно, не убьют, но по факту сейчас бы меня убило. Соответственно, если вы стреляете из окопа, то вам нужно немножко отойти от края, не стоять вплотную к окопу, потому что вы сами себя подорвете и всех, кто вокруг. Также вам нельзя стоять под стенками зданий, под скалой и прочим, прочим, прочим. Вам нужно держать, ну вот, приблизительно вот такую дистанцию желательно иметь. Там дальше по практике сами поймете, но имейте в виду. Соответственно, если у нормальной команды, да, что есть у нас споттер, есть минометчик, споттер становится сзади, потому что дистанции ему хватит, 80 метров у нас, а наведение происходит то же самое, как и у артиллерии. Мы берем ветер, мы берем азимут, мы берем дистанцию и спокойно по прямой линии, как я изначально артиллерии показывал, наводим наших минометчиков. Минометы очень эффективны при ломании деревянных, то есть Т1, Т2 структур. Группа из 5-6 минометчиков отлично справляется с оборонкой противника, даже если ее будут очинивать. Как и при артиллерии, желательно, чтобы у вас был человек, который бы подвозил траки с шелами, чтобы у вас была минимальная задержка между выстрелами минометчика. Ну и соответственно, чем больше орудия, тем лучше, это само собой понятно. Так, про минометный домик. Есть такая структура, минометный домик, когда вы стреляете с обычного миномета или с минометного трака, у вас дистанция и азимут. А когда вы стреляете с минометного домика, у вас не дистанция и азимут, а у вас прицел оттягивается. Вот как будто бы в бинокль смотрите, и вы сами себя спотите, сами себя стреляете, и на минометный домик фактически не действует ветер вообще. А может быть и совсем не действует, потому что разлета у шелов нету вообще. Слезу слова совсем. Имейте в виду, минометные домики это имба, это охраненная тема. И если вдруг кто-то сидит в минометном домике и стреляет, и по минометному домику стреляет артиллерия вражеская, обязательно хватайте, естественно, если вы не на операции и у вас нет никаких заданий, вы просто бегаете, сами соло играете, вы берете бематы и очиниваете минометный домик, потому что поднять его очень, ну, относительно сложно под огнем артиллерии, проще очинить. А минометный домик, он реально может остановить несколько вон противников. Туда можно запихнуть четыре, там, по-моему, четыре у нас ячейки для шелов, и в каждую ячейку можно положить до 100 шелов одного типа. Чтобы построить мортирный домик, нам нужно, чтобы был вкачан ТХ. Соответственно, нам нужно, чтобы было вкачано вот это фортификейшнс. Пока мы не вкачаем вот эту ветку, мортирный домик в городе мы построить не сможем. Мортирный, есть три типа снарядов, это обычные шеллы у нас, как они там, хаешные, да, шеллы называется, не помню. Да, вот они, вот обычные mortal шеллы, которые, разрывной патрон, есть у нас шрапнель противопехотная, которая в довольно-таки широкой области дает эффект кровотечения всем противникам. Относительно эффективно против пехоты можно пострелять, да. И третий тип шелов у нас, это осветительные. Осветительные шеллы очень эффективны ночью, потому что вы засвечиваете всю пехоту, а самое главное, вы засвечиваете пушки противника. То есть, вот такие артиллерия на колесах, потом пушки тоже на колесах, они все ночью не видны. Соответственно, они могут, ваши танки, бить из темноты, танки, пехоту, да, они все могут уничтаровать из темноты, наша техника их не видит по факту. А танки за счет фар, они все время видны. То есть, не только фарами, но и силуэт танков будет видно. Соответственно, если у вас есть возможность, посвятите нашим танкам вражеские пушки, это сделает очень-очень большой плюс на поле боя. То есть, танки лишний раз не будут рисковать, либо наоборот, рисканут и выбьют гамера, ну и так далее, и так далее, там уже, посмотря по умениям танкистов. Вопросы есть по миномету какие-то? Или может дополнение у кого-то? Можно, короче, в минометный домик поставить еще минометчика, чтобы минометный домик наводил минометчик. Ну, да, да, тогда вот, кстати, реально очень классно, что если посадить минометчика в минометный домик, соответственно, ты можешь из него, из минометного домика брать шеллы, минометчик может тебя наводить, и фактически будет у вас два минометных домика вместо одного. Очень классно ты придумал. шикарный план я читала даже никогда так не думал мы можем пострелять стать и я могу сделать статистику насколько развод большой плотную сядьте парни друг другу он принципе вот сюда и будем прийти и стрелять мостик доставьте дистанцию 80 даже можете 75 поставить азимут сейчас вам скажу азимут 85 и поправка на ветер делать азимут 97 давайте так и один человек сделайте вы стомнет самую подобность вода средненький отлично делать еще выстрелы все стреляйте азиму 97 нормально хорошо пошел еще 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 строить стать ну вот край по моему был дистанция у нас ну вот 10 10 максим 15 метров разброс принципе вот видно на к сейчас на видео как у нас разброс минометов вот здесь хорошо видно прям по прямой 82 и 66 то есть поменьше тоже разброс конечно честно но когда вот такая группа из пяти человек она ну просто вообще очень хорошо сметает оборонку и начальную технику вы тоже можете выбивать то есть очень легко не забывайте про то что минометы могут тракать танки вы можете выбить им какую-то систему не ну не стопроцентный шанс но помочь свои свои техники да в случае чего можно с помощью миномета вдруг что да минометный домик вообще очень хорошо помогает танкам при обороне города вы просто выбиваете гуслю и техника дальше сама разбирает этот транспорт а если это какой-то начальный транспорт типа танкетки или хака это такая сороковка машина с сороковкой у барденов очень-очень тоже они страдают от минометов они этого боятся минометы очень хорошо использовать когда у противника есть пушки то есть вот если например вы видите хэви 40 или хэви фат или еще что-то такое да или например наша лтд-шка то есть танк который с открытой башни у нас да лает и строй танк они боятся минометчиков минометчики просто могут выбивать недавно даже было у кого-то видео по моему у и и ты и и итальянцев где они просто два орудия стали рядом и они просто по кд выбивались с них пятью минометными танками выбивали с них экипажи и в итоге эти пушки просто без экипажа размочали ли уже нормальные танки то есть опять-таки взаимодействие кооперация все здесь вся игра нацелена на это думайте как теперь это применять кооперироваться и прочее 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 на правило это артисты все все артиллерии это очень много шеллов очень много стволов нужно очень много на это людей не забывайте что если вы забиваете на сервере ячейки под артиллерию у вас них ну не будет этих людей хватать на фронте то есть если вас пришло 40 человек там 20 10 человек на операцию артиллерии эти десять человек не будут воевать на фронте это нужно учитывать не всегда поэтому можно не знать артиллерии и нужно иногда надо пойти и отпушить фронт от себя всякая бывает наоборот нужно по кд спамить артиллерию независимо с того что там происходит на фронте у вас есть офицеры у нас здесь плане есть опытный офицер они всегда вам подскажут скажу что делать кому когда надо будет в артиллерии стрелять когда надо будет будут отправлять вас пехоту но имейте ввиду что когда вы резерве когда вы находитесь регионе вы занимаете ячейку на сервере соответственно может просто в какой-то момент не хватит пехоты не хватит танками это надо учитывать еще одно когда вы будете производить 120 150 эшелы и очень часто люди закидывают их на масс-факторе танк пожалуйста это просьба ко всем кто будет смотреть это обучалку если видите что на масс-факторке у нас больше 20 заказов уже заняты или даже больше 15 не закидывайте артиллерийские шелы на масс-факторку они делаются долго они занимают очередь а выгоду вы имеете очень-очень маленькую там 120 по 120 контакт вы вообще выигрываете всего лишь пару яматов а когда 150 вы выиграете там 15 или 20 х ямато то есть это ничтожная цена и вместо этих снарядов люди или вы или другие люди другие кланы могли поставить да например те же сороковые шелы которые в разы дороже пожалуйста думайте про других людей если масс-факторке пустые либо там у нас до середины забиты ставьте конечно никто не мешает это общая как говорится вещь но это просто просьба опытного игрока ко всем новичкам кто делать такие такие вещи да не скажу что это плохо но это просто иногда очень неприятно когда тебе нужно ставить очень дорогие шелы а у тебя забито все сто пятьдесятками или сто двадцатками ребят чисто вот от себя прошу а лично пользуюсь вот этой вот очень удобно таблице ссылку оставлю в описании да где у нас есть обычная факторка ли масс-факторка соответственно колонист вардем там кому как что нужно и вот у нас ну реально шел стоит 62-м это 15 ямато то есть давайте 15 15 15 умножить на 9 это у нас сто тридцать пять ямато да а теперь я закидываю на масс-факторку 79 то есть 35 минус 79 вы по факту экономики 59 ямато но это же это же смешно есть такие шелы которые стоят у нас не 15 ямато не 15 ямато до 40 который стоит 120 ямато соответственно выгоднее поставить выгоднее поставить 40-е шелы до которые у нас без масс-факторки будут стоить 1080 вы насколько больше сэкономить и вот просто вот вот посмотрите на вот эти вещи и поймете насколько это реально выгоднее дальше значит смотрите когда вы готовите артиллерийскую операцию когда вы начинаете стрелять противник понимает что где-то работает арта и если вы очень сильно дамажите где-то очень эффективно что-то бьете вас начнут кюрефить то есть будут партизаны заходить в тыл глотаться пробиться к артиллерии здесь какие бы ситуации либо вы стреляете уже под готовой оборонкой то есть например стоит бункерная база с рифлами там и со всем прочим 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 и проблем нет вы стаете начинать и стрелять но если вы подъезжаете какой-то структуре где нету оборонки где нет еще даже фактически аишки вам желательно отстроить пилбокс то есть элементарно взять с собой бимата если необходимо если есть просто потратить на это буквально три минуты времени отстроить по перед по окружности по там мы знаем 10 и 5 пилбоксов вообще не важно хотя бы какое-то количество пилбоксов чтобы вас не за кюрефили это вот всегда желательно особенно если вы где-то в поле построили куда только поднятую фугу в элементарно даже сможете не то чтобы вас защитить до пилбокс если пилбоксе нет аишки понятное дело у вас не защитит но вы или элементарно сможете залезть в этот пилбокс и просто отстреляться а как только станет аишка пилбокс вас будет защищать сам потому что чаще всего кто кюрефит он залетает с хаешками и бывает даже вообще без оружия просто с одной и двумя хаешками на артиллерии залетает на пуфик пытался уничтожить обязательно подстраивайте обороночку потому что артиллерии сама по себе ничего не сделает и люди чаще всего которые стреляют за артиллерии они тоже без оружия я не скажу что это правильно не скажу что это неправильно это дело каждого но по факту желательно что-то легенькое собой иметь вы ходите вы не используете молоток вы не используете никакой никакой из инструментов до инвентаря вам проще взять какой-нибудь не знаю тот же пичган пичган не говорю да взять какую-нибудь винтовку или еще кое-нибудь оружие просто не перегружаться патронами то есть вам нужна винтовка максимум две обоймы просто вот убить этот qrf быстрый да и все главное чтобы у вас не было перегрузка да вы берете шелла уж не звать когда вы берете шелла у вас растет перегруз соответственно если вы будете медленно бегать а рта будет медленнее стрелять дальше идем вот вы видите что у нас артиллерия у колонистов сейчас стоит на поле а вот эта артиллерия у нас стояновится в окопах теоретически вот эту огромную пушки до стационарные их можно ставить и тоже не на окоп иногда даже это эффективнее но что же нам дает вот этот вот окоп он не дает и ходят слухи что это дает какие-то более хуже сведения еще что то нет этот окоп просто дает дополнительные хп вашей пушки то есть когда вам будет в ответ прилетать огонь вражеской артиллерии либо будет танк бить до вам по пушке урон будет Уходить, часть урона будет ходить на окоп Часть урона будет ходить на пушку То есть просто добавляет вам хп в пушку Если вы воюете против хофф Что такое хофф, еще раз повторяю, смотрите В гайде по строительству Если вы воюете против хофф, то Использование вот этих вот окопов обязательно Иначе вас просто убьет Предупреждаю, что этот окоп не спасает Людей, которые сидят внутри И стреляют, не спасает вас от вражеского огня То есть вас также, если попадет Прямо в пушку, то вы Умрете И надо отчинивать пушку и прочее, прочее, прочее Окей, вопрос есть Давай, давай Имеет значение в каком окопе То есть в бетонном, в деревянном стоит Ну конечно, у окопа больше хп Соответственно он может больше себя впитать То есть там всегда половина делится? Нет, нет, я тебе не скажу точно Посадное решение, я тебе просто даю информацию Что просто режется урон Насколько там, какого пропорции Я тебе не скажу, наверное, это вообще никто не высчитывал Просто у тебя пушка Да, больше живет Может быть, когда мы сделаем эксперимент Да, бомонами Но пока что мы это сделать не можем Так, война хов Напоминаю, что ховы Это бункерные структуры Которые у нас Используются против вражеской артиллерии О, давайте не так Мы, наверное, возьмем так вот Синий, да, это будут варденовские ховы Ну вот какая-то есть бункерная структура Вот у нас есть ховы И вот у нас есть наша Великая артиллерия Которая хочет эти ховы уничтожить Один из самых, наверное, веселых способов Уничтожения вражеской структуры Бункерной базы Где есть ховы Это использование наших хов То есть Если у нас Есть бункерная база Есть бункерная база С нашими ховами И Рядышком есть у нас Бункерная база Которая есть вражеские ховы Что мы делаем? Мы подкатываем нашу артиллерию Под вражеские Под нашу хову И стреляем прямой наводкой Во вражеские ховы Вражеские ховы В ответ на артиллерийский огонь Начинают отвечать И стреляют по нам Соответственно Попадают Из-за разлета По нашим ховам После этого Нам остается просто Отчиниваться Пока ховы С друг с другом Перестреливаются И таким образом Можно сносить Бункерные структуры Вражеские Главное Чтобы хватило сил И бемата отчиниться Мы запускаем Войну аих И чиниться Да На это очень весело смотреть Как воюют аишки Это экономия шелов То есть Там иногда Иногда придется Подстрелять со рты Но по факту Вам нужно начать Эту войну И просто Отчинить бематами Очень хочу сказать Эффективно Потому что Сами ховы Не потребляют Никаких снарядов Дополнительного Суплая Когда стреляют Просто стреляют Друг друга И замечательно Конечно Очень тяжело Подстроить ховы Потому что Они сохнут Там очень долго И прочее Но если Вот такая ситуация Вы видите Что есть Две бункерные базы То Вообще Никаких проблем Нету Подстреливаться Сразу скажу Что У хов Очень большой Рейндж Потому что Ховы отвечают Даже на артиллерию 350 И за 400 Они могут ответить Я точно не скажу До какой дистанции Они будут Достреливать Но То есть Вы можете Использовать Вот эти огромные Наши пушки 350 Калибра Чтобы Сагрить ховы На максимальном Рейнже 350 метров На шторм кэноны Ховы не отвечают Более того Шторм кэнон Подавляет Ховы Подавляет ховы Подавляет Атэшку И подавляет Рифлы Это надо учитывать Ребят Про это помните Что если по вам Стреляет с СК Или вы Вдруг Имеется возможность У вас Постреляет с СК То вы будете Подавлять Все рифлы Которые есть Есть определенная Особенность Стрельбы Из артиллерии Когда мы Начинаем стрелять По структурам Мы наносим Грубаре 100% урона Если мы Ведем Очень интенсивный Огонь С многих орудий И ведем Этот огонь На протяжении Длительного времени У земли На которых Находит структура Начинает меняться Цвет На серый Это называется Эффект Выжженной земли Когда он происходит Начинают появляться Воронки И всем Структурам Которые находятся На этой выжженной земле Наносится Двойной Урон Если долго Долго стрелять С артиллерией И вы не можете Какую-то структуру Уничтожить То у нее идет Эффект Вот этой Выжженной земли Вы начинаете Доносить Дополнительный урон И за счет этого Дополнительного урона Вы можете ее добить Бывает так Не хватает Буквально чуть-чуть И вот этот эффект Он получается Позволяет вам Пробить оборонку Пробить Перестукивающих Ремонтников Задамажить Эту структуру Соответственно Если вы обороняетесь То же самое Если по вам Очень долго херачит арта Ваши структуры Тот же бетон Тот же дерево Те же тыха Они будут получать Со временем Больше урона Надо это иметь ввиду Поэтому не позволяйте Долго Старайтесь не позволять Долго Стрелять артиллерии По вам Какие-то перерывы Должны быть Чтобы этот триггер Спадал Ганболты Итак Смысл в чем Это корабль У которого есть Пулеметная башня И 120 Артиллерийская Установка На нем И который может Брать с собой 15 шеллов У варденов Есть Модификация У них есть И с пулеметом И с одной пушкой А есть Ганболт С двумя Пушками 120 Соответственно Он может Единовременно Выдать Больше урона Но количество шеллов У него Если не ошибаюсь То же самое Я не Советую Прямо Упариваться В этот ганболт Потому что У него есть Один большой Настаток Это очень Маленькое Количество С собой Шеллов Соответственно Вам нужно Каждый раз Будет Приплывать На позицию Ветер Будет Меняться Вам нужно Донаводиться И он Очень Либо В очень Больших Количествах Эти лодки Будут Использовать Когда У вас Карусель Ганболтов Один Споттер Сидит И ганболты Просто Подплывают Отстреливаются И едут Назад Перезаряжаться Я не Ганболт Это вообще Узлес Опять Таки Семь Ганболтов Это Семь Артиллерии Семь Ганболтов Надо Понимать Что Какое Должно Должно Количество Логистов Которые Будете Высасывать Падают Ваши Шеллы Просто Самое Эффективное Что Можно Сделать Это Уменьшить Дистанцию И поиграть Азимутом Плюс Минус 50 Соответственно Вы Либо Увидите Либо Услышать Эти Выстрелы И уже От этой Точки Будете Корректироваться Также Да Да Но Это Понятно Еще Есть Такой Микро Нюанс Если Вы Стреляете В Горку А Сами Находитесь Снизу Вы Не Будете Слышать Выстрелы Вы Их В Бинокуле Видите Но На Слух Вы Не Услышите То Не Пытайтесь Так Спотить Старайтесь Так Не Спотить Потому Что Все Так Здесь Звуковой Эффект У нас Довольно На Высоком Уровне В Можно Слух Определить Влево От Вас Выстрел Вправо Впереди Сзади Это Для Споттеров Еще Одна Маленькая Подсказка Думаю Куда Муте И Вставлю Что Еще Хотел Созвать В Принципе Все Еще Раз Подвержу Итог Вы Наводитесь Проблизительно Самый Простой Способ Это По Прямой Спотить Соответственно Вы Находите Смысл Споттера Самое Главное Это Найти Точку Попадания А Потом Уже Методом Обычного Подвода Азимута Дистанции Вы Доводите Его Куда Надо Соответственно Если Вы Не Получается Попасть Сразу В Нужную Точку Навести Арту Вы Находите Старайтесь Ближе К себе Уже От Этого Места Вы Стараетесь Спот Если У Вас Вдруг Зима И Пурга Можете Артиллерию Вообще Не Использовать Потому Что Ветер Будет Меняться Реально Каждую Минуту В Абсолютно Разные Стороны Вы Задолбетесь Стрелять Не Важно При Это С чего С Артиллерии С С С Миномета Не Трать Это Время Шилы На Наводку И Прочее На Этом Пожалуй Все Спасибо Что Были С Нами Всем До Встречи Всем Пока